Добрый день! Спасибо за участие в нашей программе. Расскажите, пожалуйста, каков сейчас инвестиционный климат у нас в Казахстане и куда больше всего хотят инвестировать свои деньги иностранные инвесторы? Сейчас становится совершенно ясно, что Казахстан действительно предпринял много шагов для того, чтобы улучшить свой инвестиционный климат для иностранных инвесторов. И это подтверждается тем, что ранее Казахстан в рейтинге по дуинг-бизнесу занимал 36 место, а сейчас это 28 место из 190 стран. И самое важное, что эта информация получена не просто от банков, а это реальные данные, которые мы получили от действующих компаний в Казахстане. Это действительно подтверждается. Когда мы проводили исследования среди компаний, работающих в Казахстане, они действительно говорят, да, мы чувствуем эти улучшения здесь. И если бы я, конечно, была на месте инвесторов, то рассматривала бы каждую страну в Центральной Азии по отдельности. И поскольку Казахстан является лидером среди остальных стран, то здесь принимала бы решение по тому принципу, где мне проще всего начать свой бизнес. И для иностранных инвесторов. После того, как президент Казахстана объявил о возможности приватизации для этого меньшинства, очень интересно, как их права будут защищаться. И в этом смысле они могут быть уверены, что Казахстан номер один в плане защиты прав инвесторов. Ну а какие сектора экономики наиболее интересны для инвесторов? Куда они готовы принести, вложить свои деньги? Сейчас мы видим, что не только активно развивающаяся нефтегазовая промышленность, но также и другие сектора экономики активно привлекают инвесторов. Такие как фармацевтическая отрасль, пищевая промышленность, финансовый сектор, транспорт, логистика и сфера информационных технологий. За годы независимости Казахстан очень много сделал для привлечения инвесторов, то есть создал комфортные условия для инвесторов. Чего еще не хватает в нашей стране для привлечения наибольшего количества иностранных инвесторов? Как Вы считаете? Всегда есть, конечно же, возможность улучшаться дальше, потому что действительно Казахстан занимает 28 место по инвестиционной привлекательности, но при этом занимает 37 место в рейтинге в плане легкости открытия и запуска своего бизнеса. Еще при этом, как я уже сказала, Казахстан остается номером один по защите прав инвесторов, поэтому всегда есть возможность делать что-то еще и предпринимать новые шаги. Мы знаем, что корпорация, которую Вы представляете, помогает проектам в развитии в Центральной Азии. Что делается в Казахстане, Вашей корпорации? Какие проекты наиболее интересны для инвестиций, для инвесторов? Я хочу сказать, что Казахстан является самым крупным портфелем для инвестирования в страну. Мы уже инвестировали более миллиарда долларов США в Казахстан. И даже при том, что уже сейчас в Казахстане мы выполняем наибольшее количество проектов, мы планируем и в будущем рассматривать Казахстан как самого крупного получателя наших проектов. Сейчас мы планируем участвовать в проекте Бакат Алматы. Также будет финансовый проект. Проект в сфере производства, сельского хозяйства. Поэтому Казахстан действительно останется самым крупным получателем финансовой поддержки. Но все же, к опыту каких стран должен присматриваться Казахстан для привлечения иностранных инвесторов? Вопрос очень непростой. Да, действительно, Казахстан делает очень многое для того, чтобы начать экспортировать, увеличивать экспорт своих товаров. Но если потребуется назвать опыт какой-то страны, то прежде всего я бы упомянула Сингапур, который в течение уже многих лет остается номером один по скорости своего развития. И сейчас Казахстан принимает правильные решения, адаптируясь к новым требованиям времени. И казахстанское правительство, диверсифицируя свою экономику, также двигается в нужном направлении. На этом у нас все. Благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам удачи в своей работе. Спасибо большое. А это была программа «Эксклюзив». Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова